Для начала подготовим начинку. Здесь у меня полкило фарша. У меня говядина, может быть любой фарш. У меня здесь две небольших луковицы и немножко чеснока. И для начала я сделаю пюре из чеснока и лука. В фарш я перемешала. Теперь добавим ещё одно яйцо. И ещё раз хорошенько всё перемешаем. Теперь нам понадобится лаваш. Я его сейчас разрежу пополам. И теперь будем фарш наносить на лаваш. Нанести фарш на лаваш и теперь сворачиваем в рулет. Теперь будем делать овощную подушку. Отправила масло. Можно растительное, у меня топлёное. Здесь у меня две луковицы небольших и две моркови. Тоже таких средних. Овощи у нас протушились. Теперь будем нарезать ленивые пельмешки. И вот так стою укладывать на подушку из овощей. Где-то 2 сантиметра я отрезаю. Сотянек у меня 24 сантиметра. И вот ровно заполнить эту форму получается с одним лавашом. Теперь делаем заливку. Здесь у меня 300 миллилитров воды. Нам понадобится 150 грамм сметаны. Сметана у меня 15-ти процентная. Можно 20-ти процентную брать. Добавим томатную пасту. Я добавлю 2 чайные ложки. Добавлю немного соли. И хорошенько перемешаю. Все, заливка наша готова. Заливаем пельмени заливкой. И теперь можно поставить в духовку минут на 40 при температуре 180-200 градусов. И запекать в духовке. Можно же, как я сейчас и буду делать, готовить будем на плите. Сейчас я доведу до кипения. Ну вот, у нас с вами закипело. Сейчас я сделаю небольшой оконь. Закрою крышкой. И будем тушить под крышкой 20 минут. Прошло 20 минут. Вот смотрите. Значит, я включила заранее духовку. И сейчас еще посыплю сыром. И отправлю на 10 минут в духовку. Чтобы у меня образовалась такая румяная сырная корочка. Если вы не будете этого делать, то еще просто 10 минут потушите под крышкой. Я же добавляю сыр. У меня здесь сыр моцарелла. И отправлю также на 10 минут в духовку. Вот такая красота у нас с вами получилась. Очень вкусное и простое блюдо. Лаваш становится как тесто пельменное. Так что даже сразу и не отличишь. Такие заготовочки можно рулетики нарезать и заморозить. И это у вас будет полуфабрикат. Если у вас будет такая заготовочка, то за 30 минут вечером вы успеете приготовить отличный вот такой ужин. Такое блюдо лучше всего подавать салатом и свежих овощей. Обязательно пробуйте. Все делается очень просто. Получается шикарное блюдо. Ну а с вами была Ирина Воскресенская. Спасибо, что были со мной. И скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok